Ну шо, попробуем сиюдейство. Аблепиха, ты так долго меня ждала, а я так и не нашла эти маленькие ножницы. Кошка ходит в туалет, личинки что-то вякают. Такие изначально были, но, по ходу дела, муж возможно не вклеил и просто вклеил. Такое ощущение, что животное иногда специально шуршит, чтобы его так весь дом слышал. И личинки какие-то супер оратые, хотя почти десять вечера. Вот с тем, что соседи сверху решили пойти посрать и снять за собой, я ничего сделать не могу, поэтому это слышно. Может, конечно, можно было бы закрыть дверь, но там сидит кошка и придется потом ее отпускать. Конечно, можно было бы сходить в комнату, взять другой микрофон, чтобы он улавливался только это. Но мне иногда кажется, что эти чертовы соседи, которые иногда орут три ночи, чуют, что я тут собираюсь что-то делать и специально начинают шуметь. Как же жалко, что у меня маленькие ножницы непонятно где, маникюрные. Ничего из маминого набора советского. Возможно, она сушеная-то тоже вполне ничего. Она же высыхала естественным путем. Я ее пока даже не буду накидывать. Кошка, я тут с телефоном управляю свою обыдовую задницу. Да и кто вообще сидит на столе? Эти там еды вкусные дала специально как взятку, чтобы ты мне не мешалась. Сушеные ягоды я вас потом и стучу со стола и соберу. Они высохли естественным путем. Некоторые ветки изначально уже, когда я связала, они такие вот были. Ну как бы сухие ягоды. Здесь шанс, конечно, поломать эти ягоды. Я сделала марафит на лице. Его можно посмотреть в телеге и в разделе сообщества на YouTube. А сама лицом-то в кадре не помещаюсь. Хулиганка прибралась обратно. Кошка, они же колючие. Там же всякие иголочки на них. Больше этой части. Оно уже не безопасное расстояние. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и приварить или нодом залить А там есть пол-литровая баночка Нодом залитых прошлого года Наверное очень громкий стук Звук Ножницы по столу Ой И снова громкий стук Ну как 14 человек проголосовало Или пролайкало За эту тему Я думаю что Как минимум Кто-то Да Словит какую-нибудь мурашку А вот еще чуть-чуть И на некоторых Ягодах Уже пошла бы Лисневуха Они были уже Не путные В жертву Надо на выбери Заказать Винозу Маленькие Ножинки То мало ли что еще Так понадобится Тут очень хорошая ягодка Так-то можно В принципе Обрезать вместе Вот так вот Петермет какой-нибудь А не так штучно Сегодня мой товарищ Поднял Тему Обсуждения Того Как некоторые Любят нюхать Несвежие трусики Подруге Сказала Что я сейчас Собираюсь Короче Объясняю Говорю что Существует Такой АСМР И те кто это смотрят И еще что-то такое Это то Как приятель Обсуждал Тех кто Любит Ну хоть чужие трусики И как это Официально Ну в смысле Что-то Реально В Японии Купить такие вот Трусики Кому-то Любителю этих трусиков И занюхнуть их Ну и Она Вместе со мной Пришла к выводу Что если есть Спрос То значит Ну а что-то такое Значит это кому-то надо Скажем так Сколько в мире Извращено Хотя Насчет Японцев Гвязных Сусиков Я это Слышала Еще на Тифоретнике Хрен знает Когда Муж Я помню Были какие-то Стримы Где я Разбирала Красную Сморозину Тогда Что-то По-моему Много Хрита Было На этих Стримах Животное Я бы тебя С радостью Заперла В комнате Чтоб ты тут Не шумела Но Есть шанс Что ты Будешь Шуметь Еще больше Наверное Придется Мне ее Изолировать Эту кушку Вот тут уже Некоторые Ягодки Это надо Откинуть Пошли С возможной С мелкой Пресенью Ухой Ну там Как бы Ветка Была уже Такая Что Ягодки Особо Не было Потому И не страшно И хорошо Что Некоторые Ягодки Можно Прям Так Сощипнуть Ой Правда Звук У меня Уже Сок Вышел Такой У нее Кстати Сорт Такой Эти Ягодки По вкусу Немножко Мандарин Командарин Кстати Листики Облепите Тоже Полезные Можно Чай Заварить Из них Витаминный Они как раз Поцухли Естественно Не путем Я думаю Этот ролик Сойдет Кому-нибудь Под Фу Правда Я тут Мало Говорю Хотя Все-таки Какие-то Заварки Метри Есть И По идее Они Могут Тоже Вызывать Какое-нибудь Желание Вырубиться Нафиг У меня Там Еще И Калина Кстати Есть Посмотрите В принципе Если ее Приварить То Эти Маленькие Кончики Ну То Что Она Не Досконально Чисто Ягодки Ничего Страшного Приваренного У меня Нет Но Сушеный Можно Будет Отдавлять И Просто Отложить Как в чай Заваривать Интересно Сколько Это Распираловка Времени Займет У меня Кабачок Заводил Руки Маленький Нет Телефон Лежит А вот Эти Уже Подсохли Этих Можно В принципе Будет Положить Куда-нибудь На сушилку Они сами Высохнут Я их потом Удеру У меня будет Сушеная Облетиха В чай Ее кидать При заварке Сушеная 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 Маленький Мне Хотелось Образить Фотобокс Заодно Вскратила И проверить Работоспособность Потому что У него Гарантийка По возврату 14 дней Только Ну типа Если работает То работает Если не работает То значит Туда и работать Не будет Ну что-то Я сегодня Какая-то Сначала Два часа С приятелем Требалась А потом С подружкой В этой Вконтактике Переписывалась Вот сейчас У нас было Мне иногда Кажется Что мой Приятель Сундура И кошка Такая же Хотя Мне было Как-то Сказано Ну и Кого я По-твоему Должен Сундурить Думаю Сам себя Ну знаете Вы С человеком Общаетесь У него Некая проблема Вы вспоминаете Что вы Делили информацию Как решить Эту проблему Без особых Загонов Не обещаете Человеку Найти инфу И скинуть ему Скидывайте Инфу Значит То Все А человек Вас Игнорит Думая Что вы А что вы Ему Хотите Унести Мозг Вы Переназваниваете Потому что Ну какого Хрена Я тут Два часа Тратила Читаю Информацию О твоей проблеме А ты Меня Игноришь И вдруг Поясняется Что О вас Думали Непонятно Что А вы На самом деле Просто Подспокоились Короче Схожу К очередному Выводу Что Мужики Довольно Странные Личности Не Наверное Где-то Есть Инстант Мужики Не Наверное Эти листики Не Удаст Врядим Пиховые У меня Где-то Вроде Даже Было Пиховые Листья А если Нет То Хрен с ним Другой Раз Можем Собрать Мне Это Не Критично К тому же Хочу Все-таки Собирать Отдельно От Веточек Тут Конечно Я Не Дело Делаю Что Вот Так Обрезаю Листик Покупа Но У меня Нет Ноженок Маленьких А Этими Не Очень Удобно Все Это Делать Кошка Ты понимаешь Тут Даже Колючее Есть Котероплин Рук Рук Навозник Петрова Интересно На поле Где Я Видела В этом Году Новую Порох Еще Осталась Облепиха Ликто Не Учен Раньше Меня Приперся И Собрал Там Немножко Другой Свет И Долго Круп Ягоды Будем Увы Рук Видим Божье Рук 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 Я где-то срезала маленькими веточками, а где-то конкретными такими. Алиска, я ведь тебе дала пожрать вкусного мяса специально, чтобы у тебя было, ну как бы это, ты поела, а пошла там, допустим, полежать или еще что-то. А ты хулиганкой не сожрала и при этом мешаешься. Вот такая шумная кошка. У меня не стекло нападало. Саниская, какая-то такая. Не знаю, стоит демориться выбирать постоянно эти шумные яблоки, что сюда падают. Или может их вот, наверное, отдельно облапывать. Вот так. Ой, мама, такая ягодка откопала. Я сюда просто подметала тут пол. На левом берегу в деревне котово появился медведь. На левом берегу у меня подружки сад. У одной из... Там у двоих подружек сад, в принципе, в разных местах. И вот у одной есть сад. Она мне сказала, что там появился медведь, как сказал ее отец. И она не знает, как там теперь работать. Но медведь обычно ходит как бы ближе к вечеру. Но там не наблюдается чаще всего. И днем, соответственно, можно поработать саду. Я имею в виду присветление. Ну и вот, как мне, по-другому. И когда я буду саду, я буду сады сады. Вот так. Ну и проверяю. Сушеные совсем кесу, да, в кучу скидву. М6 потом можно отсоединить от листиков. Даже, в принципе, и с листиками заварить в чай. Вот так. Продолжение следует... Я сюда сушеных накидала, задумалась о чем-то непонятном. Ну ладно. Продолжение следует... 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 Добавляем 2 метра. нисколько ножниц, а нисколько рукав я ерудую. Да-то хорошее ягодка чмякнулась. Да-то хорошее ягодка чмякнулась. Ой, хорошую ягодку случайно обновила. Вот так. Вот так. Вот как ее чистить. Ну и возможно мой шумный холодильник, засумевший недавно, тоже кому-нибудь помешает. Но, к сожалению, холодильник тоже живет сам по себе в этом плане. Ты ему не можешь сказать ей, холодильник, не шуми. Я тут АСМР снимаю. Хоть она и дофига странная, потому что это ягоды разбираются. Вот так. 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 Также так. приваривать, а просто так вот заморозить. Именно этот вариант. А если на поле еще остались ягоды, то я просто куплю себе маленькие ноженки. Я уже буду нормально их сдвигать. Допустим, чтобы приварить или типа того. Ты же можешь уйти на балкон, кошка. Телефон я специально убрала, чтоб ты на него не сделала, а ты сюда прискакала рядом к нему. Ой, Данка. У меня же управляются камеры с телефонами. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Кстати, зритель, как ты относишься к платоническим отношениям? В каком-то плане платонические отношения между МЖ по сравнению с дружбой, я так думаю. И вот есть один персонаж, который усиленно уверяет, что у него ко мне чисто дружеский интерес, но периодически доказывает обратное. Сегодня он заявил, что в платонические отношения он про это слышал, но он не считает, что это реально. Я так думаю, что у нас с ним именно такие отношения. Ну, то бишь, если ты отрицаешь, что у тебя с кем-то... Точнее, наоборот, уверяешь, что у тебя с кем-то чисто так дружеский интерес, то там покажется ревность или что-то еще. Ну, есть, конечно, с кем-то скоренность, но что-то там типа не говори со мной при мне о других мушках. Ну, тогда это сразу. От платонических отношений дети не родятся, например. Ну, вообще, я удивлюсь, что это кто-нибудь дослушает до того момента, где я начала говорить про платонические отношения, и при этом не уснул, допустим, или наоборот, кто-то вообще посмотрит. Потому что я зафига офигеть какая клёва, и все, что я делаю, это офигеть как круто. И потому кто-то готов смотреть даже вот такое. Особо если бы я эту мурашку не словил. Либо вообще ровно дышать к мурашкам. Вот так. Что-то упало на пол, какая-то сушеная ягодка. Кстати, я хочу микрофон с ушками. Есть какой-то сайт, где продаются эти микрофоны с ушками. И самый минимальный микрофон с ушками стоит на 400 баксов в США. Ну, в смысле, долларов в США. Там такой прямоугольничек, а по концам прямоугольничка эти ушки. Ну, штуки, имитирующие человеческие уши. Если, зритель, ты с финансами не поющие романцы, и при этом хочешь какой-нибудь СМР такой в моем исполнении с ушками, можешь мне подарить такой микрофон? Ты будешь в титрах указан каждому СМР с использованием такого микрофона. Типа благодарность за микрофон с ушками такому-то человеку. И я все еще в раздумьях насчет написания видео знакомства. Потому что у меня с этого года стало, ну, скажем так, приличное количество новых зрителей. Кто меня стал смотреть по подписке, либо нет. Ну, в смысле, кто подписан на канал, а кто просто в докладки сунул. Но смотрит, притом не спрашивает по поводу этого, такого типа, видео. Я вот думаю, стоит. Ну, как бы принято, если ты у человека есть инвалидность, то об этом надо орать на каждом углу. Особенно, если ты блогер. Я же свою инвалидность долго скрывала. В силу того, что стеснялась этого факта. Я вот не знаю, стоит об этом с порога говорить. Ну, как бы принято. Ведь ягодка куда-то упала. Я ее не вижу. Жалко. Хорошая ягодка. Дело и упала. Что, типа, хоть и у меня инвалидность, но я все равно хочу быть, как все человеки. Просто, когда я читаю подобные описания на каналы блогеров, которые с инвалидностью, они делают упор на инвалидность, то у меня сразу срабатывает такая, как бы, вау, значок. Маячок, что на самом деле человеку нечего дать другим людям. И он пытается как-то скрыть этот фактор и оправдать себя, акцентируя все, что можно, смотреть, теряя внимание на свои молидности. На меня нападало. А нет, только сухая ягодка. Хотя можно провести опрос перед тем, как снимать видео такого плана. Стоит упоминать это или нет. Потому что на рубеже веков в 16-м году были те, кто очень интересовался, почему у меня там тремор, подробности моего попадания в аварию, которая привела к инвалидности. Ну и вообще каким-то странным таким интересовались. Ощущение было, что они смакуют чужие проблемы за отсутствие собственных. Я тогда еще реагировала на это очень, видимо, болезненно, странно. И когда записывала какие-то там видео, скорее всего, даже негатив какой не ушел от меня, как мне кажется, когда я про что-то подобное говорила. Потому что я, с одной стороны, думала, что я должна всем дополнять все возможные запросы. Особенно такого типа. С другой стороны, мне просто было неприятно про такое говорить, про подобные вещи. Ну и оно, возможно, было именно такое, как бы с негативным оттенком. Я, кстати, сейчас пешу на новую флешку Samsung, которую я покупала для последней экшн-камеры, но пока не вставила. Ну, сейчас вот оно, видео камеру вставлено, потому что у меня на то и оставалось 10 минут. Там много чего еще надо смонтировать, хотя оно еще и конь не валялся, как говорит моя подружка про подобные дела. Ну, когда DIY ей сделано, оно нифига не сделано. А я решила, что можно ставить новую карту. Не париться, надеюсь, это, ну, как бы, качество Samsung не изменилось и все нормально было с записью. Кстати, зритель, как ты относишься к тому, что, допустим, какой-нибудь твой человек, который считает тебя своим врагом, либо себя твоим врагом, когда узнает, что у тебя, допустим, умер близкий друг или друг семьи, и он считает своим долгом порадоваться за это. Как ты к такому относишься? Что это и радоваться подобному, если у кого-то кто тебе неприятен, в окружении случается что-то такое. такая вот, допустим, трагедия. При этом, если человек умер, ну, скажем так, хороший человек, не какой-нибудь там, допустим, ну, когда умирает какой-нибудь биомусор, конкретный такой, что вот мир наконец-то освободился, не устало, всем хорошо, а именно когда хороший человек внезапно умирает. Продолжение следует... Не очень удобно я тут взяла... Ой, колючка! Наверное, легче... Зеленуху... Собачий для начала... Тут зеленуха там уже высухшая... Мне даже сложно уже зеленухой-то назвать... Мне кажется, я буду с перерывом это убирать, потому что... Либо какую-то часть сделаю без камеры, потому что начинаю хотеть есть... А у нас, по-моему, еще и полтазика не видно... Но я сегодня все равно в любом случае надо разобрать... Сколько уж ей бедно лежать тут... Вот так... Делуха... 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 Утак... Утак... Делуха... uster... Делуха... ой-ой колечко ой, я тут хорошее ой-ой колечко 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 ой-ой колета что мне потом придется пальчики красиво обрабатывать после всех этих укулов облепихал их. Мишечек. 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 Все руки в шоке. 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 Понимают... Все руки в шоке. Вот Кариной в этом плане, хоть ноженки большие, хоть маленькие, разницы особо нет. Сейчас лепи. Тут уже даже сушеные ягодки немножко не того, не в той кондиции. Вот так. Снова хорошая трубка свалилась. Завтра придется мне веником тут поработать на полу. Ничего-то падает периодически. Продолжение следует... Ой, каринчик. Продолжение следует... Да, некоторые сорта я об этом вот тут. Там, ты понимаешь, там смесь сортов, она по вкусу реально как мандарин по суку. Вот это вот мелкое, как он делал именно на мандарином по суку. Когда раздавливаешь её, берёшь в рот, она по вкусу, она как будто мандаринчик. Что-то у меня внезапно случился, погадая на картах. И человек сказал, что мои цены устарели, ибо сейчас цены выросли, а вот всё что-то застряло в пятилетней давности. Да даже в десятилетней давности. В тот случай, когда с вами торгуются не для того, чтобы цену уменьшить. Как бы, понимая, что это может не совсем и труд, но время-то точно занимается. Но я считаю, что это будет лучше, потому что некие усилия приходится прикладывать в сутник. Есть люди, которые и блогерскую это деятельность трудом не считают. Если я сегодня уже запишу обзор фотобокса, то я очень бы хотела его делать при свете дня. А сейчас уже ближе к ночи. Ну, это, наверное, был первый ролик, который я смонтирую. И снятый за последнее время. У меня есть ролик с готовкой еды. Но так как я делала за него заставку отдельной, как на кухне, для роликов, снятых на кухне, я еще даже не сделала этот момент с самой заставкой. Но у меня так пока еще не случилось. Асмр он все-таки у меня без заставок. Потому что когда-то у меня там были всякие музычки, еще что-то. Я сначала болезненно реагировала иногда, что мне говорили, типа, а, вот это не подходит. Потом я прониклась, потому что, в принципе, человек приходит на тихое что-то. И если музычка, то она должна быть дофига тихой. И лучше уж тогда делать без музычки и вообще, тем более, без заставки. Хотя иногда у меня бывали заставки, где шепотом наговорила на микрофон от ноутбука, типа, асмр. или что-то в этом роде человеке, были те, что говорили, что вот это хорошо, типа, так вот должно быть. Ну, короче, остановилась я в итоге на том, что, в принципе, асмр на доставке, на асмр у меня, на новых асмр нет. У меня есть некоторые шаблоны, допустим, на уход парфюм месяца и пустые баночки. Или какие-то шаблоны старые, где вот просто обзоры шли, где вот моя музыка в начале, либо в начале и в конце. Но используется там заставка шаблонная из монтажки. Вот как бы с одной сделанной, она вот на основе этой монтажки. Как-то оно все-таки под камеру, пока я буглю, оно как-то быстрее, мне кажется. Увлекательный процесс, блин. Колючая, шуписец. Сюда, конечно, всякого тоже нападала. Лисиков тем же. Был какой-то момент, когда я была готова пойти навстречу персоналу. Который меня тут годами фейхами достает. Хотя уверяют, что это не так. Я реально была готова это сделать, но персонаж... И даже думала, что персонаж пойдет мне навстречу. Ну, как бы... Вот, смотри, ты наконец-то добилась того, что я созрела для встречи с тобой в реале. Поговорить о том, что тебя так волнует. Но внезапно персонаж показал себя совсем с другой стороны. Еще более худшей, чем могло бы быть. И то, что персонаж на каждом уговорил, что на самом деле... Ну, типа там, страдает без общения со мной. Очень хорошо ко мне относятся, т.д. и т.п. На самом деле, оказалось, что относится ко мне персонаж со злокой, с завистью и ненавистью. Что меня, конечно, удивило, потому что я все-таки по своей сути добрый очень человек. Мне некоторые ягодки в эту кучу падают. Я их не могу найти с первого раза. Ну, может быть. Ладно. Не идеально чистая, конечно, ягода. Но все-таки, да, когда разбираешь, обсягаешь ее с большими ножницами, то большие ножницы хороши, когда надо срезать, допустим, веточки, просто вот такие листики, там еще что-то. Но в любых еще удобнее разбирать. Мазать ее с маникюрными ножничками. Ты можешь спросить, чем я обстрегаю свои ногти на руках. У меня хрен знает, где маникюрные ножнички, но я для этого использую кусачки. Потому что мне так удобнее. А кусачками ягодки не обстрежуешь. По крайней мере, у меня не получается это сделать. На форт нападали ягодки. В итоге я решила это, видимо, добить. А покушать уже потом. Что, что тут осталось с кузьким носом. Меня вчера в выдрах спросили, ты уж, наверное, не поедешь деревню-то на пожить. Я думала, какая деревня с каким-то дубаком. Обещали, обещали в сентябре бабье лето. И так его и не случилось. Вы не считаете моменты, когда по дня тепло и как вечер и дубак? Сейчас уже и не сентябрь, а вовсе октябрь. Месяц, в котором очень много родственников отдало богам душу. Но также были те, кто рождались в этот месяц. И если б меня окружала до сих пор неправильная реальность, я бы, наверное, впала в какую-нибудь депрессию. Потому что 8 октября у нас очередная годовщина с нашей аварии, где погибла мама и дедушка. Но в прошлом году, допустим, я совершенно 8 октября забыла, что должно значить это 8 октября. Да и в позапрошлом году вроде как тоже так было. Ну как бы не наладилось и нет повода впадать в депрессию и что-то в этом роде. Так как один мой приятель говорил, что у него был период, что он впадал в депрессию на тему того, что он один. На самом деле, как бы он был не один, у него под глазами был человек, с которым можно было бы начать отношения, либо же воспринимать его как свою поддержку какую-то. Но это всё относится к тому, что если ты хочешь, то ты это увидишь. А если ты не хочешь, то ты сделаешь видишь, что нет такого человека, и что ты реально один. неоправданная депрессия, самокопание, я считаю. Вот какой-то оправдать самого себя в своём нежелании видеть то, что под носом. Потому что действительно, ну крайне редко, когда человек где-то на 100% одинок, и у него там некого, ну нет того, с кем можно было бы поговорить, довериться, кто помог бы морально или как-то так. Это крайне редко, на самом деле, случается. Это не повод. И подобные вещи, что типа вот я тут один, мне столько-то лет, если бы он встретил там своего человека, с которым бы хотел жить вместе, или типа того, с кем было бы комфортно общаться, при этом имея такого человека под носом, это глупость. Пустая трата своего времени, скажем так. При этом ещё говорить так, что будто только, ну, что тот, кто под носом, он, ты его не понимаешь. У него такая проблема. Ты никогда через такое не проходил. Глупо, потому что не факт, что человек, которого ты не воспринимаешь так, как нам, не проходил через что-то большее, чем ты себе можешь представить. У меня про тот момент, когда вы, вроде, для человека сделали дофига и больше, ничего заметно не требуете при этом, как бы близко общаетесь. Но в какой-то момент вам дают всячески понять, что вы тут вообще пустое место, нафиг никому не сдались, если бы вас не было, было бы лучше. Но когда вы исчезаете по какой-то обращении жизни этого человека, то начинаются очередные по кабуле наезды. Скажем так, люди, у которых проблемы в собственной голове. Как сегодня одна моя подружка сказала про моего товарища, скажем так, у него были сложные отношения со своей кабовой. Я с этим согласна. Когда человек несколько лет не может определиться относительно кого-либо. И относительно того, чего он хочет от какого-то конкретного человека. мне очень нравится, что эти ягоды изначально были сухими. Их так легко собирать. Они уже высохли. Их можно хоть прямо сейчас в чай заваривать. Хотя тут есть некоторые такие дефектные ягоды. даже при том, что они сухие. Такие ягоды в таком виде не полежат сами при себе. Их либо приварить, либо заморозить. Потому что они тут с хвостиками. Я когда-то покупала, когда у меня была проблема со сбором лепифи. На рынке за 300 рублей до сих пор помню литр таких ягод. Они были разобраны, но они были именно с хвостиками маленькими. А не так, как я обычно разбираю. С маленькими ножницами, когда у чистой ягодки без всяких хвостиков. А потом я уже узнала, что тут можно найти облепиху в одном месте. Внезапно даже в двух местах. А в этом году узнала, что и в трех местах. Внезапно. Тут уже ягодки того пошли. Тут легче выправиться отца, чтобы не крутить другие. Реально так, кто осилит этот ролик, кто с дырой. Там негативный нападный веток. Тут совсем чуть-чуть осталось, но думаю, что тут, наверное, может даже на час видно. Но разбирать сушеные ягоды я уже без камеры буду. Мне надо вот найти, куда это все скинуть. Приснилась мне тут одна подруга, ну в смысле девчонка, с которой мы раньше общались. Она уже давно не подруга мне. Это очередной этот пунктик. Мне невыгодно с тобой общаться. Я говорю, пока мне в гости кадрушка, с которой мы как бы давно общаемся. Она даже видела эту девчонку. Я говорю, прикинь, вот это мне пояснилось. Она говорит, вечно любите какие-то придурки снятся. И всякая ерунда. По большей части мне какие-то придурки снятся и всякая ерунда. Сейчас как-то надо обстричь хоть что-либо, чтобы удобнее было обзирать. Хотя не тот вариант. Как-нибудь сейчас. Как-нибудь сейчас-наче. Почему форма для флот для смерти? Он закрепennis менялouts. Подтягиваем их мою пятну. Готовяд brauchen его потерю пока сXR. И заrito с Pix. А пока вы даёны. Посмотрите как просто at突 pages. ой вот 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 обломовая порой на ягодку ааааа думаю, что тут дофига ягод будет литрик отдать на нужный бедняков но тут литрика не будет в смысле лишний литрик но может быть на поле будет и я соберу и поделюсь все страждущими и так и 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok геморрой очень на люди все такие типа непонятые но как только кто то делает то что не хотят выясняется что на самом деле догадайся сам ведь на самом деле я другого имела ввиду точнее даже так ты поняла что я на самом деле хотел поэтому хотел сказать поэтому я на тебя сейчас буду истерить и обижаться о ты не поняла что я на самом деле хотел сказать поэтому я буду просто истерить развлечение такое у некоторых мужиков скажем так это обычно бывает с теми на кого родители родив положили большой и толстый думаю что родить родили а дальше пусть это дитё само как нибудь вырастает само собой себя воспитает ну и тому подобное ну и тому подобное то есть вовремя не гладили по головке и не говорили и не говорили типа да молодец сынок хорошо что ты этим занимаешься и оно тебе приносит радость наверное если не девочек такое бывает но мне как то девочки такого тараканистого плана не попадались вообще не как то больше на мужиков так 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 здесь самый сложный момент прям хоть так оставляй так 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 хочется прорать так наконец-то я закончила хоть это и было не идеально ну я переложу потом в меньший контейнер может вообще в пакетик нет мой телефон вот ягодки покатит зритель надеюсь ты словил мурашку ну или как то это если я сижу до конца то как то провел время с пользой не я могу это так Отсил свои дела.